Родина их позвала, они откликнулись. Очередная группа добровольцев-контрактников из Карачаева-Черкесии отправилась к местам несения службы. Ахмат Халкечев продолжит. Сотрудники пункта отбора при военном комиссариате отмечают, что в свете последних событий число желающих присоединиться к своим на передовой в борьбе за правое дело резко выросло. Да, войск у нас как бы есть военно-морской флот и сухопутные войска, вот уже по выбору. По состоянию здоровья человек, если даже у него категория годности ВС стоит, это прописано, это не в нашей компетенции, это вообще производит военный комиссариат. У них там есть список, каким заболеванием можно, каким нельзя. Главное, чтобы не было хронических заболеваний тяжелых и чтобы возраст совпадал до 64 лет включительно. После очередного повышения единовременных выплат, как региональных, так и федеральных, их общая сумма достигла 2 миллионов рублей. Новобранцы хоть и объясняют причину своего непростого решения разными словами, но главная мысль у них у всех одна. Ничто, кроме большой любви к родине и чувства патриотизма, не способно было их побудить взять в руки оружие. Когда они зашли на нашу территорию, в Курскую область, приняли такое решение, что нужно пойти защищать. Многие друзья уезжают, мои близкие тоже. Просто появилось желание под контракт и выехать, что вроде не помочь. Это в первую очередь. Для поступления на военную службу по контракту достаточно обратиться в военный комиссариат по месту жительства. Во всех военкоматах имеются прикомандированные инструктора по отбору, которые готовы оказать всю необходимую правовую и консультационную поддержку. Ахмат Ласкевич, Виктория Карпенко, Вести Карачаева, Черкесия.